Каждый Новый год обходится жителям нашей страны все в более круглую сумму. Растут затраты и на подарки, и на еду, и на развлечения. Российские экономисты подсчитали, за время грядущих зимних каникул рядовой горожанин уже готов расстаться в среднем с 15 тысячами рублей. Между тем, у каждого из нас помимо праздничных трат есть еще и будничные, о них далее. Знаковые региональные новости истекшей недели оказались на редкость разноплановыми, но преимущественно со знаком минус. Так, черный список вузов пополнило еще одно краевое заведение. Миноборнауки признала неэффективным Алтайскую академию экономики и права. Хвосте перечню она оказалась по результатам мониторинга, включающего пять критериев. Основной из них – средний балл ЕГЭ студентов, принятых на первый курс. Если доверять оценке профильного ведомства, то будущих экономистов вуз взращивает исключительно из бывших троечников. Впрочем, такая любовь к середнякам отчасти объяснима. Студенты-платники – основной источник финансовых средств частных учебных заведений. Уровень дохода беспокоит и алтайских техосмотрщиков. Ссылаясь на убыточное состояние своей сферы, аккредитованные операторы обратились к губернатору края с просьбой повысить тариф более чем на 50% или 295 рублей. Аналогичное заявление об увеличении стоимости услуг у пассажироперевозчиков Барнаула. Автопредприниматели предлагают городским властям повысить цену проезда в общественном транспорте сразу на 4 рубля. Кроме того, они намерены добиться и ощутимого роста стоимости единого социального билета. Кризис сказывался, то есть цены на подвижной состав резко увеличились за эти годы. Но самая большая, конечно, проблема, это вот в последнее время очень здорово растет топливо. Выросло практически на 50% с 19 до 29 рублей, это тоже все знают. А это очень большой процент занимает в наших затратах. Однако трудную финансовую жизнь и части малого бизнеса обещают облегчить. ИПшникам, применяющим вмененную и упрощенную системы налогообложения, предоставили возможность перейти на патент – новый самостоятельный режим, который начнет действовать с 2013 года. Суть нововведения сводится к двусмысленному принципу – деньги в обмен на налоговую свободу. Иными словами, в проплаченный период времени нежелательные встречи со сборщиками пошлин просто исключены. Вот только воспользоваться столь привлекательной налоговой системой может лишь узкий круг предпринимателей. Число работников не может превышать 15 человек, а объем общегодовой выручки – 60 миллионов рублей. И самое неприятное – число видов деятельности, по которым можно перейти на новую налоговую систему, жестко ограничено, а стоимость патента не такая уж и низкая. В новой системе есть подводные камни небольшие, поэтому я думаю, что первый год она популярна не будет. Допустим, стоимость патента нельзя уменьшить на страховые взносы в пенсионный фонд. Пока выгодно экономически платить ЕНВД. Выгодно и по-настоящему золотое время. Предновогодняя пора наступила для торговых сетей. В то же время праздничный ажиотаж, подсчитали экономисты, наносит двойной удар по нашим кошелькам. Особенно ярко это проявляется во время различных массовых акций. Так, во время ночной распродажи в Барнауле ее одновременно объявили сразу три компьютерных магазина. Несколько тысяч покупателей вмиг опустошили прилавки, помяв при этом входные двери и повредив эскалатор. И судя по высказываниям на разных форумах, акции многие остались разочарованы. Скидки на дорогие и по-настоящему качественные модели были гораздо скромнее обещанных 70%. Не все то золото, что блестит. Нас завлекают призрачным сиянием вещей, обещая на них заниженную цену. Однако не стоит забывать, что в погоне за желанной выгодой скупой часто платит дважды. Разумный совет психологов. Прежде чем что-либо приобрести, подумайте, действительно ли вам нужна эта покупка. Субтитры создавал DimaTorzok